Тамара Викторовна Градова пришла в Совет ветеранов по личному делу. Нам 1 ноября сможем будет 50 лет. У нас золотая свадьба. Я пришла подать документы и заодно выяснить по поводу внесения нас в список ветеранов. Ветеранская организация призвана оказывать помощь людям старшего поколения, помогать как словом, так и делом. Каждую среду в кабинете, выделенном местной администрацией в своем здании, члены Совета проводят приемы, на который приходят ветераны войны, труда и люди, имеющие другие ветеранские статусы. У всех есть желание что-то сделать, помочь людям, посоветовать, принять участие в каких-то мероприятиях. И мне очень приятно, что я имею дело с этим коллективом. Новый состав Совета ветеранов создал план работы, проверил списки всех потенциальных подопечных. Надежда Трифонова – помощник председателя Совета ветеранов. В своем почтенном возрасте полна сил и оптимизма. Когда-то, вспоминает Надежда Федоровна, отличный старт дал комсомол. Поэтому всю жизнь она старается помогать людям. Это все как-то удовлетворяет. Как-то, когда что-то сделаешь хорошее, доброе, человек, спасибо-спасибо, улыбается. На душе совсем другое. Приятно видеть, что в Совете не только молодежь, к коим можно отнести предыдущих героев. Активную деятельность наравне с ними ведет член ветеранской организации Александр Александрович Ковальчук. Ему давно за 90. Он постоянно бывает в местной школе, где рассказывает ребятам о своей фронтовой юности. В свою очередь, школьники задают ветерану свои вопросы. Нынешние дети очень много задают вопросов о том, как я смотрю и оцениваю нынешнюю молодежь. И в какой-то меньшей степени их интересует то, как мы воевали и где там что было. И это неудивительно, ведь с каждым годом время отдаляет нас от тех страшных лет. Ветеранов, к слову, тоже становится все меньше. Хотя к Великой Отечественной присоединились и участники других войн, на которых побывали россияне. Сегодня в развилковском поселении числятся более тысячи людей, которых можно отнести к категории ветеранов. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.